В Москве Императорское православное палестинское общество под председателем Сергея Степашина обсудило злободневные вопросы оказания помощи воюющей Сирии. Участники Круглого стола были едины во мнении, что сейчас нужно предпринять все возможные действия для предотвращения гуманитарной катастрофы в этой бедствующей стране. О ближайших планах Императорского православного палестинского общества, принятых на заседании Круглого стола в формате выставки форума «Православная Русь», рассказывает Светлана Соколова. В Сирии продолжается война правительственных войск с террористами. Каждый день гибнут мирные граждане. Особым преследованием подвергаются христиане. Погромы, уголовные преследования верующих и даже похищение архиереев. Все эти беззакония происходят в ходе военных кампаний, иначе именуемых «Арабской весной». И Сирия в данный момент переживает самый страшный международный террор. Я бы сказал, террор, который межкоментальный. Как можно говорить о необходимости демократических перемен одновременно с уничтожением инфраструктуры страны? Это и университеты, больницы, школ, электрические станции, нефтопроводы, убийства мирных людей. Есть ли на свете разумный человек, который бы согласился, чтобы государство бездействовало против этих террористических организаций? Конечно, императорское православное палестинское общество не могло остаться в стороне, когда на Ближнем Востоке начались военные столкновения. В частности, общество стало активно помогать всем мирным жителям Сирии, не рассматривая их принадлежность какой бы то ни было религии. С марта этого года совместно с Русской Церковью, МЧС и волонтерами было отправлено более 70 тонн гуманитарного груза. Это предовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости. По данным ООН, по оценкам ООН, в Сирии ситуация с точки зрения гуманитарной, да и худшая, что это 2-й мировой войны, более уже 7 миллионов беженцев, 4 миллиона – это лица, потерявшие кровь, более 100 тысяч, по данным ООН, убиты, много раненых, в том числе 30 дней. Поэтому мы и организовали сборы и отправку гуманитарной помощи и будем продолжать усиливать свои направления. Более 130 лет назад первое заседание императорского православного палестинского общества проходило под председательством великого князя Сергея Александровича Романова. Тогда основные рассматриваемые вопросы касались гуманитарной поддержки православных христиан на святой земле, что и определило приоритеты деятельности благотворительной организации на долгие годы существования. Эту миссию общество продолжает и сегодня. Мне посчастливилось совсем недавно заложить фундамент и в следующем году мы открываем первую после 1917 года русскую школу в Палестине, где будет изучаться православие, русский язык. Она будет финансироваться из бюджета Российской Федерации. Там же по инициативе Владимира Путина из его личного фонда закладывается центр, где могли бы изучать историю, культуру, заниматься спортом детишки палестинских. Чрезвычайно полномочный посол Сирийской Арабской Республики в России поблагодарил императорское общество за гуманитарную помощь. Посол отметил, что террор угрожает не только христианам, но и мусульманам. Он ставит под удар мирное существование религий. Для решения сирийской проблемы, причернул Риад Хаддад, необходимо на международном уровне отказаться от политики двойных стандартов. Каждый день приходит новая информация о преследовании христиан в Сирии. Полмиллиона из них уже стали беженцами. Разрушены десятки храмов и монастырей. Есть убитые среди священнослужителей. Еще в феврале этого года на Арктирийском соборе в Москве Святейший Патриарх Ирин сказал, что надо смотреть правде в глаза. Мы сталкиваемся сегодня с угрозой полного исчезновения христианского присутствия там, где христианство начиналось. На Ближнем Востоке, на Святой Земле, в широком смысле этого слова. В завершении заседания Сергей Вадимович Степашин предложил сделать подобные собрания на выставке-форуме «Православная Русь» постоянной площадкой для обсуждения проблемы защиты христиан в различных регионах мира.